Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня очень важное видео. Называется оно «Интервальное голодание. Путь к здоровью и долголетию». Сегодня речь пойдет про ошибки и преимущества интервального голодания. Что оно дает, как к нему приступить, с чего и как начать. Преимущества вообще любых голоданий, зачем они нужны, что можно есть и пить при интервальном голодании, что может прервать интервальное голодание, китоз и сжигание жира, и можно ли что-то есть при длительных голоданиях. Не теряя время, приступим. Интервальное голодание – это не диета, вернее, не совсем диета, а это режим, это изменение расписания питания и жизни. То есть корректировка, когда и что можно есть. И такой режим быстро войдет в привычку. Вот как сейчас вы имеете нынешние свои привычки, скорее всего, не полезные для здоровья. И такой переход будет еще и важнейшим фактором похудения, снижения жировой ткани, если у вас, конечно, есть излишний жир. Интервальное голодание плюс кетопитание, кетодиета, на что они способны? Но, во-первых, преимущество любых правильных голоданий, даже простого и легко осуществимого интервального голодания – это, во-первых, аутофагия, во-вторых, снижение инсулина и сжигание лишнего жира в организме, ну и, в-третьих, активация гормона роста. А также это еще и запуск процесса кетоза, то есть перехода клеток и ваших тканей на получение энергии не из углеводов, не из глюкозы, а из жиров. Это более эффективный путь. Кетоз – это еще и сжигание лишнего, запасенного организмом жира. Плюс к тому кетоны питают мозг и сердце лучше глюкозы и не вызывают всплеск инсулина, и тем самым не вызывают инсулинорезистентность. Это когда поджелудочная железа продуцирует инсулина в 5-7 раз больше, чем требуется для проведения глюкозы в клетку. При избытке инсулина клетки его блокируют, и тогда не получают обратной связи с поджелудочной железой. То есть при таких обстоятельствах у поджелудочной железы отсутствует обратная связь с клетками ткани, и тогда отсутствует точная оценка того, сколько инсулина надо выработать. И поджелудочная железа вырабатывает инсулина с запасом до 5-7 раз больше, чем требуется. При этом в самих клетках инсулина мало, низкая глюкоза, а в крови, напротив, очень много и инсулина, и глюкозы. И это разрушает сосуды, вызывает преддиабет и сам диабет, а также проблемы с печенью, почками и другими органами. И еще один важный момент. Инсулин вырабатывается не только тогда, когда вы съедаете что-то сладкое, а практически от любой пищи. Любая еда повышает инсулин, и белковая пища тоже. Почему-то это люди не знают, да и многие врачи не помнят. При 5-6 разовом питании, с перекусами, вы постоянно провоцируете всплески инсулина. Наши организмы к такому не приспособлены, нет в природе столько сладостей, и такого объема пищи постоянно. И вот тогда при таком виде и режиме питания проблемы со здоровьем непременно будут. А вот жир, липиды не провоцируют выработку инсулина. Кетоны, кстати, еще и антиоксиданты. И если их в организме в меру, тогда только одни плюсы. Во-первых, нет всплеска инсулина, здоровые сосуды и печень, замедленное старение организма. Запускается также процесс аутофагии. Аутофагия это самоочищение на клеточном уровне. Это естественный процесс, и работает он только при условии голодания. Но даже небольшое количество углеводов и большое количество белка в пище замедляют или вовсе прекращают аутофагию. Смотрите непременно на мое видео «Аутофагия». Ссылочка будет в описании под этим видео. Еще одно очень важное преимущество интервального голодания – это активация гормона роста. А он наращивает и мышцы, и сжигает жир, омолаживает организм, активирует метаболизм. А вот излишний инсулин изнашивает организм, сосуды, печень, почки и накапливает жир. При повышенном инсулине невозможно похудеть. Если у вас есть выпирающие бока, живот, отвисшие подбородки, у вас точно много, избыточно много инсулина. Значит, вам нельзя продукты с высоким гликемическим и инсулиновым индексом. Я подробно об этом рассказывал в моем видео про калории. Смотрите его непременно, вот это видео. Интервальное же голодание очень полезно. Это еще ведь и борьба с раком, и очищение организма. При интервальном голодании улучшается память, внимание, выносливость, уходит лишний жир, талия становится страннее, сахар снижается, кожа становится чище и подтянутее. Но на все это нужно время. Так как же приступить к интервальному голоданию? Сначала, ну вот уже сегодня, снизьте потребление сладкого и быстрых углеводов, увеличьте жиры, перейдите с вашего 5-6 разового питания с учетом перекусов на 3-х разовое питание без перекусов, ешьте больше не сладких овощей и зелени. Затем, через несколько дней, неделю, как привыкните, переходите на 2-х разовое питание с тем же количеством калорий, что было при 3-х разовом питании, но не большим количеством калорий, чем нужно организму в сутки. Обычно это около 2000 калорий. Помните, что организм более всего занят очищением и растворением запасов жиров именно ночью и утром. Поэтому нужен 16-18-часовой интервал голодания для запуска и очищения и удаления запасов жиров из организма. Вот в это окно 6-8 часов можно уместить эти 3, а затем и 2 приема пищи. Например, встали в 6 утра, сделали свои дела, выпили воду, сделали зарядку, гигиенические процедуры и только в 10 часов утра ешьте первый раз. И потом можете есть до 15-16.00. Сначала 3, а потом и 2 раза в этом промежутке. Что ж, если вы вошли в режим при 2-х разовом питании и больше не голодны, а без сахара в рационе питания у вас и не будет всплеска инсулина и, соответственно, голода, но если у вас есть лишний жир и вам трудно его сжечь, раньше никак не получалось, вы долго худеете, совсем понемногу, даже при таком питании, тогда переходите к одноразовому питанию с теми же общими калориями или с меньшими по потребностям. И в зависимости от ваших запасенных калорий в виде висцерального и подкожного жира, при одноразовом питании калории из съедаемых жиров не дадут переесть их за один раз, но насытят на весь день. Еще вариант менее эффективный для сжигания жира, но вполне эффективный для более глубокой аутофагии, нежели при режиме 6-18, это режим 4-20. Первый раз, предположим, поели в 12 часов дня, второй в 15-16.00, и далее интервал без еды до следующего дня до 12.00. И обязательно будьте физически активны, нагрузки нужны обязательно на все группы мышц, тогда при высокой физической активности и очищении, и сжигании жира будет еще эффективнее. Но важно помнить, что в любом случае потреблять калорий в сутки с пищей надо меньше, чем вы тратите в этот день для непременного условия снижения массы тела за счет сжигания своих запасов жира, иногда накопленных десятилетиями. Если у вас нет лишнего жира, вам не надо сжигать жировую ткань, но вы хотите получить эффект от аутофагии, то вы можете оставаться просто на двухразовом питании, но при соблюдении важного и самого щадящего правила интервального голодания 6-18. И еще раз подчеркну, утром не надо сразу есть, но в первой половине дня нужно непременно, а вечером категорически не нужно. Запомните, именно потому вы хотите постоянно есть или перекусывать в течение дня, или на ночь, ночью, что у вас повышен инсулин из-за постоянного потребления быстрых углеводов, или просто большого количества углеводов и большого количества белка. При интервальном голодании можно травяные чаи пить, иван-чай, можно делать раствор с гималайской солью и пить в небольшом количестве до еды, но, конечно, без перебора, иначе могут быть отеки из-за недостатка калия. При избытке натрия обязательно потребляйте дополнительное количество калия. При переходе на интервальное голодание больше ешьте хлореллы, спирулины, различной зелени, там много и магния, и калия, и других важных элементов. Лучше и гораздо проще перейти на интервальное голодание после процедуры очищения организма. Посмотрите обязательно мое видео «Очищение и голодание». Из него вы узнаете все тонкости, все нюансы. А что можно пить при интервальном голодании? Ну, во-первых, конечно же, воду, и только воду, никакого кофе. Просто посадите надпочечники, и будет гормональный сбой. Рано или поздно это будет непременно. Ну, а экстракт зеленого кофе, если уж так хочется, который получен холодным способом, можно. Воду лучше всего пить, конечно, настойную на шунгете, а лучше всего водородную, с повышенным количеством молекул водорода и свободных электронов. Обязательно посмотрите хотя бы вот это видео про прибор «Аквапен». Яблочный уксус тоже хорош, особенно при жирной печени, при инсулинорезистентности. Посмотрите мое видео про яблочный уксус. Обязательно и категорически никакого молока не пейте. И не пейте ничего того, что повышает инсулин. То есть никаких сладких напитков и никаких фруктовых соков. Мешает переходу на интервальное голодание, а также снижает эффективность интервального голодания. Боязнь не изменить что-то в жизни, страхи, нервы. Ведь тогда вырабатывается гормон кортизол, который блокирует очищение. Мешают также зависимости, особенно психологические, от прежней еды. Мешает и нарушение обмена веществ, которое возникло у вас в результате прошлых диет, которые хоть и давали результаты, но после прекращения вы откатывались назад. Это были очень плохие тренировки. Помните про фазу перехода? Она занимает от нескольких дней до месяца. Ведь нужно привыкнуть к новому рациону, к смене режима. Это идет обычно до 5 дней. То есть некая перенастройка метаболизма. На нее нужно время. При этом могут быть незначительные побочные эффекты. И чтобы их не было, нужно потреблять калий, магний, витамин В1. Идеальный вариант это хлорелла. А также можно проводить очистительные процедуры, которые я пояснял в моем видео о очищении голодания. Если вы перешли на интервальное голодание и не худеете, не торопитесь, организм латает вначале то, что ему важнее. Он решает более глубинные проблемы со здоровьем, которые у вас были, накопились к данным годам жизни. Внимание! Диета 5 на 2 или 6 на 1. Эти диеты не работают. Не нужно хитрить и себя обманывать. То есть когда почти всю неделю вы едите, скажем, 5 дней или 6, что хотите, а потом 1 или 2 дня для проформы, что называется, потребляете, ну скажем, не по 2000, а по 500 или 600 калорий, а в остальные дни по 2000, ну или ваше обычное количество. Да еще в эти 5-6 дней потребляете и сладкое, и продукты с высоким гликемическим индексом, ничего не получится. Нужна стабильность. Именно стабильность фактор успеха. В любой диете, образе жизни, полезных привычках нужна и важна именно стабильность. Хотите получить все положительные эффекты от интервального голодания, чтобы оно легко вошло в вашу привычку, стало ей. Не употребляйте много белка и никакого сахара. Категорически нельзя есть часто никаких перекусов, иначе будет инсулинорезистентность. А вот жиры нужны, они дают калории и насыщение на дольше, чем углеводы, при той же общей получаемой калорийности. Если вы не будете есть сладкое и вообще высокоуглеводистое, то тогда у вас просто не будет всплеска инсулина, и не будет быстрого чувства ложного голода. Но не сладкие овощи и любая зелень не в счет. Их можно есть практически в неограниченных количествах. Смотрите мою лекцию про калории непременно. Там я это поясняю подробнее. Дефицит питательных веществ и побочные эффекты и ошибки. Конечно, необходимо устранять и не допускать дефициты тех или иных необходимых нам питательных веществ. Конечно, нужна корректировка питания. Об этом я подробно рассказываю во многих своих лекциях. Например, посмотрите мою лекцию дисбактериоз. Для достижения желаемых результатов необходимо интервальное голодание плюс кето-диета без дефицита питательных веществ. Соль нужна, но не очень много и лучше всего гималайскую соль потреблять. Также нужны все микроэлементы, в них не должно быть дефицита. Посмотрите мое видео про фукус в гелеобразной форме натив. Магний и кальций жизненно необходимы, особенно для сердца и расслабления мышц вечером. А иначе могут быть спазмы в мышцах, особенно голени. Обязательно принимайте необходимое количество витамина Д3 и магния и витамина К2. Учтите мои советы по данным элементам. Все это есть в моих видео. Голодание более 5 дней легко поможет перейти на интервальное голодание. Но после выхода из любого голодания не нужно сразу много есть и много есть за один раз. Начните с малых порций. Начните с овощных, несладких соков, а потом со смузи, только без фруктов и ягод. Обязательно вводите в рацион проростки семян брокколи и, конечно же, крестоцветные. Ну а теперь разберем, что же может прерывать интервальное голодание и китоз, а также сжигание жира и эффекты голодания вообще. Часто мне задают такие вопросы. А можно ли при длительных голоданиях, чтобы сохранился эффект, что-то есть в этот период? Но так, чтобы эффективность, получаемая от голодания, не страдала. И ткани при этом получали хоть какое-то питание. Да, можно, если в добавках, что вы потребляете на голодание, будет очень мало калорий, то тогда вы прервете аутофагию ненадолго. Например, если это отдельные и чистые аминокислоты в виде капсул с порошком, тогда их можно принимать, разведя в воде. Так как чистые аминокислоты не дают более 1% себя на катаболизм, а почти все идет на анаболизм, то есть на построение тканей. А белок в основном и должен идти на построение тканей, ферментов, гормонов. Но не должен в идеале идти на энергию, а при большом потреблении или при потреблении высокомолекулярных белков пойдет обязательно. И белок к тому же прерывает процесс голодания, так как повышает инсулин тоже, хотя и в меньшей степени, чем углеводы. Самый большой КПД для преобразования съеденного цельного высокомолекулярного белка находится, кстати, в яйцах, аж до 48%. То есть на синтез белка для нужд ткани нашего организма пойдет из съеденного яйца куриного почти половина от съеденного всего белка. А 52% пойдет на энергию, то есть он превратится в глюкозу, а также пойдет на отходы метаболизма и на реакцию антигена-антитела. Потому что эту реакцию вызывает любой высокомолекулярный белок, не переваренный полностью в ЖКТ и поступивший в кровь в цельном виде. Подробно, как это происходит, я рассказываю в своем видео мясо. Вот в этом. Сахар же прерывает интервальное голодание абсолютно, как и все сладкое. Любой перекус прерывает интервальное голодание. Ведь калории активизируют пищеварение, все обменные процессы. Вас постоянно и часто тянет что-то поесть, перекусить, но это в основном бывает от безделья и от просмотра телевизора, как условного рефлекса по многолетней привычке. Мой вам совет, займитесь делом, построите график, спланируйте интенсивность труда и дел на день. Помните также, что настоящее длительное голодание может быть только на воде. Ничего другого в идеале пить и есть при длительном голодании нельзя. Ну а сухое голодание требует особой подготовки. Я про это рассказывал в моем видео очищение голодания. Еще один очень важный момент. Китоз может идти, если вы едите достаточное количество жиров и не едите при этом быстрых углеводов. Но при этом, хотя вы и остаетесь в китозе, вы можете не сжигать свои лишние жиры, если вы съедаете больше или столько же калорий, сколько тратите за сутки. Кокосовое масло можно есть, но немного. А то просто можете не похудеть, так как оно дает калории, хотя вы и остаетесь в китозе. Обязательно посмотрите мое видео «Кетопитание. Веганская кетодиета». А также посмотрите все мои последние видео на моем канале, в которых я говорил про интервальное голодание в той или иной связи. Качественные и водорастворимые витамины можно пить и во время голодания. В12 можно. Зелень в порошке, например, таблетки Витграсса, то есть концентрированный сок проростков, скажем, пшеницы, можно. Он незначительно влияет и ненадолго прерывает эффект голодания. Яблочный уксус при инсулинорезистентности с водой, разведенной, пить можно и даже желательно. Лимонный сок, разведенный в воде, до 2-3 столовых ложек самого сока пить можно. Ну что ж, дорогие товарищи, вот я и рассказал вам то, что планировал. Полагаю, что данное видео стало вам весьма полезным. Тогда обязательно поддержите мой канал, ставьте лайк, поделитесь моим видео в соцсетях с друзьями, товарищами. Ну и, конечно, подпишитесь на мой канал, если вы этого еще ранее не сделали. А рядом с подписью нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Ну и, соответственно, посмотреть их. Желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, долголетия. Ну и увидимся. Всего хорошего. До свидания.